Всем привет, дорогие наши! С вами Конова Аня, как обычно, Евгений Владимирович и мой муж Антон Кононов. Итак, смотрите, сегодня мы снимаем вторую часть Бурматикова, которая не была доступна в самом начале покупки, и поэтому у нас видео разделилось на два, потому что это пришло к нам только вчера. Итак, смотрите, значит, на папе уже та футболка, которую мы с вами пробовали, уже с вами снимали в прошлый раз, мы ее оставили, она нам безумно понравилась, ну, действительно, аккуратненькая, хорошенькая. На Антоне же новая футболочка, получается, называется трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины, цвет белый, ребят, размер 54. Я ошиблась с размером, но мы решили эту футболку оставить, потому что она нормально на нем смотрится. Ему нравятся вещи, которые не в обтяжку, но и не висят, то есть он не любит оверсайз одежду, значит, идет 100% хлопок, обычная, классная, под все подходит, белая футболка, прям классика, вообще просто никаких нареканий нету, пусть носит с удовольствием, я еще, скорее всего, закажу таких несколько штучек, таких вот белых, чисто идеальных, таких вот толстых, хлопковых, приятных, она же плотная, да, Антон? Нормально. Ну, средней плотности, да, то есть, и, скорее всего, и она не просвечивает, как вы видите, эта белая футболочка, то есть все идеально, я хочу на них набить логотип нашего проекта, отнести эти футболки и набить логотип проекта, чтобы у нас было для командных встреч что-то такое вот классное и суперское, да, чтобы фотки были классные, чтобы мы знали, что мы с нашего проекта и так далее. У нас бывают такие фотосессии, человек на 300 даже порой бывали, что мы так вот проводили, вообще шикарная, под печать футболка тоже идеальная. Итак, ну и просто так носить, значит, артикул 528 051, 100% хлопок, хорошо тянется, хорошо на нем сидит, есть антирастяжечка сзади небольшая, правда, но есть, в общем, никаких нареканий нету. Итак, далее штаны, штаны впервые у меня на канале, брюки из джинсовой ткани для мужчины, получается, у папы 38 размер, артикул 529 162, тут есть немножечко примесь, 98 хлопок, 2% эластан, у Антона размер 40-42, через дробь идет 98 хлопок, 2 эластан также и артикул 529 163. Ну что ж, дорогие мужчины, покажите нам, вот Антон, встань прямо боком в этом же месте и давайте с вами посмотрим карманы. Посмотрим карманчики, карманы глубокие, да, а сзади есть карманы. Здесь тоже карманы есть, но они не застегиваются, ничего, просто так закрываются. Просто так закрываются. Сзади карманы с двух сторон есть. В общем, очень много карманов. Так, Антон, пояс какой? Пояс, ну, как у джинсов. Как у джинсов, обычный пояс, обычная пуговка, заклепочка. Как вы видите, еще нам положили вот такую вот запасную, да, прямо на этом, на шурупике, да, пуговка. В общем-то, все здорово. У папы точно такое же. Низ изделия, кто говорил, что хочется, это так, папины ножки, это Антохины ножки, да. То есть, Антон ростом 185, да, как вы видите, ему по длине даже слегка длинноватый. Вот, на метр девяносто, скорее всего, они будут коротковаты, мне кажется. Ну да. У кого слишком высокие мужчины. Да, и у папы вот тоже, как вы видите, папе нужно подгибать. Папа, ты ростом? 172. 172 папа ростом, вот видите, ему нужно подгибать. Вот так вот. Вспомни, капитан, жаркий летний наш роман. Да, 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 ребята, тельняшечки, тельняшечки. Значит, называются они трикотажная фофайка с длинным рукавом для мужчины. Артикул 529 205 в размере 56-58 на Антоне. И так, артикул 529 204, размер 54 на папе. Ну что, ребята, как они вам? Хорошо, мягонькие. Мягонькие, да, хорошенькие, кожа дышит, 100% хлопок они идут. В общем-то, никаких нареканий нету, как видите, и сидит хорошо на обоих. И так, далее, на мальчиках трикотажные брюки для мужчины. Артикул 529 192, размер 54 на папе, 100% хлопок. И артикул 529 193, размер 56-58 на Антоне. Карманы есть, глубокие. Карманы, один сзади карман. Один сзади, два по бокам. Глубокий телефон войдет, да? Безопасно его будет носить? Да, безопасно. Ну, чтобы он там присел, допустим, и не выпал. Ну, даже у нас, которые большие телефоны, они нормально себя будут чувствовать. Ну да, он имел в виду большой телефон, допустим, Samsung Note 20, да? То есть он такой большой, реально тяжеленький. Так, далее, смотрите, низ изделия выполнен в форме резиночек. Кому-то резиночки не нравятся, поэтому обращаю ваше внимание на вот такие вот резиночки. Да, ну и длина штанов, как вы видите. Папе слегка-слегка длинновато, но это такая ерунда, что смотрится очень даже аккуратно. Антону длина прямо идеальна. Вот такая, какая она должна быть. Поэтому слишком высокие мужчины, там, например, метр девяносто и так далее, скорее всего, останутся ни с чем. Вот, если будут покупать такие вот в компании. Сейчас на мальчиков трикотажные джемперы для мужчины. Размер 56-58 на Антоне в артикуле 529-199. И размер 54 на папе, артикул 529-198. Ну, я думаю, джемперы классные. Они не толстые, не тонкие, вот такие вот, да? Вот сейчас, например, под безрукавочку надеть, да? Идти, и все будет здорово, и не замерзнуть. Вот, как самостоятельные тоже классные. Тянутся хорошо? Да. Тянутся отлично. Низ изделия и рукава, и само изделие в форме такой резиночки небольшой, да? То есть воротничок тоже немножечко в форме резиночки. И сзади тоже полосочки, да? Да, сзади тоже полосочки получаются. Ну, в общем-то, нормально. Нормально смотрится, нормально сидит. Дальше, значит, на мальчиках идут на папе брюки из джинсовой ткани для мужчины. Размер 38 я ему взяла. Артикул 529-126. Папа говорит, что они ему великоваты, и действительно, они ему широкие и длинные. То есть, вот. И также брюки из джинсовой ткани для мужчины. Ребят, внимание, размер 38. Я нечаянно ошиблась. И Антону они подошли отлично. Артикул 529-114. Цвет белый. Я думаю, такие джинсы из 98% хлопка и 2% эластана подойдут идеально на летний период, на летний курорт. Куда-то вот, да, сходить вечерком. Да, это вошли вечер или плотники и тянутся. Да-да-да, вечерком сходить, послушать какой-нибудь джаз на берегу бассейна. Да, ну, что-то такое вот. Посидеть, поговорить о чем-то сокровенном. На папе сильно висит вообще, пап, вот покажись. Да, то есть, реально сильно прямо висит. Вот, да, видите, сами. Вот я вам увеличила. Ему великовата. Я сейчас попрошу Антоху перемерить на себя. Да, то есть, чтобы он померил, как вообще будет на размере 56-58 смотреться 54 размер. Но вот белое, как вы видите, смотрится отлично. Еще что хочется сказать. У Антона такое вот строение фигуры, такое вот строение талии. И на самом деле, Антон, вот покажи, ему свободно. Ему действительно свободно. У него всегда так все вот получается, да. То есть, он даже ремни очень часто не носит, потому что они ему не нужны. В принципе, нормально все. Вот мне, на мой взгляд, вот эти вот брюки из джинсовой ткани, размер 38 цвет хаки, они большимерят. Потому что, посмотрите, как на Антоне идеально они смотрятся. Вообще ничего лишнего в образе. Антон, покружись, вообще ничего нигде не висит. А на папе висит. Да, то есть, это, скорее всего, немножечко большей мерочек. Эти брюки вы можете брать на размер меньше своим мужчинам. Так, сейчас на мальчиках шорты из джинсовой ткани, артикул 529-217, размер 40-42, это на Антоне. И шорты из джинсовой ткани для мужчины, артикул 529-216, размер 38, это на папе. Ну, что скажете? Ну, такая, как сказать, по ощущениям, как будто это не джинс, такой плотный, нерелевентный, да. Сидят плотно, комфортно у них. 98 хлопок, 2% эластана, они должны растягиваться немножечко. Да, все тянутся. Ну, фото, но не единственное, потому что все равно здесь вот к шорту именно нужен ремешок. То есть, они на тебе посвободнее. Да, особенно если что-нибудь там, телефон в карман положу, они начнут вниз тянуться. Угу. Особенно у меня. Ну, я думаю, на лето, на жару, в обтяжку ни одному мужику не понравится ходить в таких вот прямо супер обтягивающих вещах. Мне кажется, они должны быть свободны на лето вот такие вот шортики, чтобы было комфортно и чтобы... Чтобы была вентиляция, да. Ну, я не могу. Да, то есть, ну, как с карманами дела, сзади, спереди. Ну, хорошо. Да. Спереди, вот и сзади. Ну, считай, сантиметров 20. Угу. Глубокий прям вообще. Видите? Ничего себе. Так же задние два кармана тоже идут глубокие. Так, ну, я смотрю, у нас вообще ничего на возврат нет. Эти шорты тоже будете носить, да? Хотите, да. Угу. Ну, хорошо. Ребят, прям низкий поклон бурмачик, его прям одел наших мужчин. У нас, оказывается, было костюмом, а мы сначала не заметили. Значит, сейчас на мальчиках рубашка из джинсовой ткани, с длинным рукавом для мужчины. Размер 54 на папе, артикул 529-054. И размер 56-58 с артикулом 529-055. Вот от себя скажу, что смотрится четко, классно, круто, великолепно. Мне очень нравится вот такое вот все. Особенно с белой рубашкой. Просто обалденно. Мальчики, как вам? Не, хорошо, но здесь даже еще свободное место. Да? Да. Угу. Но оно и не должно быть в обтяжечку, согласитесь. Карманы показывайте. Здесь нет кармана, но вот не вверху. А, тут нету в самой рубашке карманов. Нет, чем фунага, если есть, они костюмы уже идут. А, ну да, идут костюмы. Сзади как? Полностью все прямо, да? Угу. Отлично. Ну, слушайте, ребят, мне нравится. Манжеты как? С пуговкой, да? Да, с пуговкой идут плотно. Не растягивается. Угу. Так, что у нас на воротнике? Ничего, просто сделано из ткани тоже, она не тянется. Угу. Угу. В воротник можно сделать стойку, да? Ну, как сказать, я думаю, не очень-то плотно. И все. Ну, папа уже сделалась. Так. Ну, что еще скажете хорошего про эту вещь? Ну, плотно. Ну, например, 15 градусов в год уже можно у них ходить. Угу. Серьезно? Ну да. Угу. Ничего себе. Ну, в принципе, мне вообще понравилось. Особенно мне нравится, что вот папа вот так одет хорошо. Джинса отлично вообще смотрится на нем. То, что цвет черный отлично. То, что все как раз вообще прямо по фигуре сидит тоже здорово. И современно, да, как бы, и ему подходит, да, вот для его возраста. Вообще здорово. Молодит. Вот реально молодит этот образ. Мне понравилось очень. Единственное, что хотелось бы с белой футболочкой. Я тебе закажу белую футболку. И вот именно с белой футболкой или с голубой футболкой его будет хорошо. А вот эта вот джинса, вот с этой вот классикой, ну, вот эта вот футболка у тебя белая, не особо хорошо сочетается. Потому что синяя с белым, тут же черная. Я думаю, что лучше носить вот как у Антона с футболкой и будет вообще отпад. Мне очень прям понравилось. Носите с удовольствием. Ну, что ж, поехали с вами дальше. На мальчиках трикотажные кардиганы. Антон, артикул 529-043-56-58, стопроцентный хлопок. И на папе размер 54, артикул 529-042. Ну, что ж, на папе мне нравится, как сидит. На Антоне тоже нравится, как сидит. Давайте с вами посмотрим по плотности. По плотности плотным. Но высечающийся, так вот посмотреть, он высечает. Серьезно? Ну-ка, иди сюда. Это же вязка. Ну да, это вязка. Ну, слушай, ногтем даже не проверяешь. Очень плотный, хороший, прям такой добротный. Так, тут у нас что? Ну вот, если взять вот так. Нет, Антон, он вообще не просвечивает. Вообще ни в коем разе. Просто плотная вязка, очень плотная вязка, но такая плотная вязка, которая не создает объем, в принципе, очень приятно смотрится. И карманы. Не на молнии, обычно карманы, да? Не очень глубокие. То есть сама кофта на молнии. Маленький только телефон помолчишь, если что-то. Маленький, да? Да. И не закрываются они. Нет, не закрываются. Ну, карманы, можно сказать, под носовой платочек, как я их говорю. Папа, ты что скажешь? Не сказал бы, что очень. Не сказал бы, да? Не удовлетворен. Это кардиган, в принципе, я тоже так считаю, что на любителя. Ну, я не знаю, вот я так вот смотрю, в принципе, нормальная кофта. Носить там ветра, там еще с какой-нибудь безрукавочкой, вообще вот шикарно смотреться. Ну, вот мое мнение. Вот, просто так носить там в расстегнутом виде еще что-то тоже здорово. Но, конечно, не с этими черными штанами, понятно, что оно не сочетается, да? Но вот если посмотреть, как на вас смотрелись джинсовки, то там было прямо вау, да? То есть вообще понравилось. А тут так, ну, нормально, ну, сойдет. Да, 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 то есть такое вот мнение, что как бы он действительно четко смотрится, действительно классно смотрится, он такой идет какой-то, знаете, в обтяжечку, вообще как бы как будто стройнит. Да, вот я сейчас смотрю в камеру, вот стройнит он вас, да, делает такими вытянутыми, да, повыше, но как-то не знаю даже. Ну, в общем, сами решите. Так, ребят, так как с брюками у нас, как обычно, дефицит, примеряем с черными брюками жилеты с джинсовой тканью темно-синего цвета. Итак, на папе размер 54, артикул 529-090. На Антоне размер 56-58, артикул 529-091. Классно смотрится, реально классно, реально размер в размер. Как бы никаких нареканий вообще нету. Так, мальчики, кармашки. Кармашки вот. Так, а наверху? Вверху не обманы тоже. Не обманы, да. Ну, вот длина, вот если на папе хорошо длина, то вот на Антоне вот такое ощущение, что вот подлиннее бы немножко длину. Ну да, да? Если в футболку наденешь, она будет подлиннее. Да, 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 да. Если в футболку наденешь. Да, то есть как-то коротковато. Вот если папе прям отлично село, то Антону надо подлиннее, как вы видите. Ну что-то такое, чуть ли не до пупа, да, получается. Сколько там от пупа места, немножко. Да, ну так-то нормально, но мне кажется коротковато чересчур. Как-то вот пуговицы как, все отлично, да. Железные пуговки застегиваются нормально, да. Ну туговато ж первое время, нет? Как я свое джинсовое платье застегивала, не могла застегнуть. Уже ногти больно, пальцы больно. Меня уже застегивал муж. Да, ну папа, вообще отличный образ, только синие джинсы нужны, да, к нему, ну под цвет. Есть. Есть, да, вот. Ну да, только что. Если он темный, оно есть. И вот как раз вечерком прохладно, надел безрукавку и побежал. И не замерз и ничего, и не вспотел. Вентиляция на руках. А Антон, она еще на тебе не сошлась? Сошлась. Такое чувство, что она тебе маловато. Нет, нормально, да? Она нормально. Ну вот, в принципе, и все, ребят. Я Антохин жилец. Если, к сожалению, он ему по ширине нормально, но по длине маловато, я его отправляю на возврат. Даже если он ему понравился, ну, глупо смотрится, слишком коротко. Вот, значит, мужчины. 175-я ростовка, 176-я даже. 186-я. Ой, 186-я. Господи, дай выучить твой рост. 10 лет живем вместе. В апреле 11 уже. Вот, ну, в общем, да. Папе прям оставляем, Антон прям возврат. Видите сами. Ну, как будто детское что-то, да, как будто не хватает чего-то. Ну, не хватает длины, да. Сантиметром будет на 10. Ну, вот, да, да, да. 10 точно не хватает. Да. Так, ребят, последний образ. Я нечаянно стормозила. Вы представляете? Я не заказала мужу бежевые штаны. Не знаю почему, заказала только 54, а 56-58 что-то я обделила. Он такой ко мне подходит и говорит, ты что, меня не любишь? Разлюбила? Ну, в общем, бывает. Сейчас села на сайт, сразу заказала бежевые. Но я смотрю, что вот этот комплект, он действительно в тему и в точку. Он мне очень понравился. Бежевый оттенок не рыжит, не оранжевит, да, то есть не белит. Прям такой насыщенный, классный, суперский беж, который вот мне лично очень нравится. Вот именно, что вот этот беж нравится. Итак, значит, сейчас на мальчиках рубашки из джинсовой ткани с длинным рукавом для мужчины. Артикул 529-048. Цвета бежевые. На папе 54 размер, вот 529-048. На Антоне 56-58, 529-049. Я вообще довольна, что Бурматиков Андрей вернул большие размеры, потому что не все мужчины маленькие, тоненькие. Есть мужчины и покрупнее в нашей жизни. Конечно, жалко, что нету 60-го размера. Я бы с удовольствием еще заказывала бы папе. Но папу мы пока одеваем в магазине, потому что на папу, к сожалению, одежды нет. Ему подойдут вещи 56-58. Я говорю сейчас про папу Толю, да, которого. Дело в том, что у него из-за того, что левая сторона парализованная, он не может одеваться. И я бы его с удовольствием одевала модно в фаберлик, но не получается. Он берет 60-62. Ему удобно в этом двигаться и удобно в этом ходить, потому что у него уже в его 73 года особенности по здоровью есть, имеются, да, приобретенные. Вот, значит, дальше что у нас получается. Значит, рубашки мы с вами посмотрели. На Антоне сейчас новые брюки. И на папе тоже новые брюки. Ну что ж, давайте начнем с папы. Значит, размер 38. Брюки из джинсовой ткани для мужчины. Артикул 529-156. 98 хлопок 2 L-100. Именно вот сейчас на папе. Точно-точно такие же, как и черные. Да, то есть мы ему немножечко подогнем вниз, потому что они длинноватые ему. Вот, у Антона же с длиной все в порядке. Это тоже новинка на моем ютубе. Брюки из джинсовой ткани для мужчины. Обычные классические джинсы, да, джинсовые брюки. Только они идут 98 хлопок 2% L-100. Размер, кстати, тоже, ребят, 38. И Антон сказал, что они ему хорошо смотрятся. Он будет с удовольствием их носить, да, Антон? Да. Нормально, прям понравилось. Значит, карманы, Антон, покажи, так как у тебя штаны новые. Значит, карманы, скажи, глубину. Сзади, спереди. Потому что если на папе повторяющаяся моделька в том же или ином цвете. Так, смотрю, карманы нормальные, да, такие хорошие, глубокие. Артикул 529-120. Ну, в общем, будешь носить, да? Да. Да, да, носи с удовольствием. В общем, Антону я заказала все-таки, ребят, брюки белые на размер больше. Я 54 размер отправляю на возврат, которые на папе были. Потом Антон их примерил. И мне показалось, что они ему слишком сильно все-таки талию обтягивают. И я ему заказала еще вот такие вот бежевые еще одни брючки, отличные. И заказала парочку вот таких вот обычных белых футболок, чтобы она была и у папы, и у Антона. Хотя вот это и с голубой футболочкой подойдет. У папы есть голубая такая прямая футболочка. Что черный комплект, что вот этот комплект с голубой нормально будет смотреться. Потому что цвет симпатичнее, такой насыщенно голубой. Ну что, ребята, если есть вопросы, обязательно задавайте. Обязательно пишите свое мнение. Мы к вам очень прислушиваемся. И бывало такое, что мы по вашему совету даже вещи отправляли нам в возврат. Поэтому ждем вашего мнения. Хочется, чтобы мои мужчины были самые красивые. Да, не только самые умные, но еще и самые красивые. Да, всем пока-пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нас смотреть. И если вам хочется, чтобы ваша структура, ваша команда покупала такие вот вещи, одевала бы мужчин, обязательно высылайте мои ролики по своим чатам и соцсетям. Мне нисколько не жалко. Делитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...